Здравствуйте! Сегодня на уроке изучите причины мутагенеза и типы мутации, научитесь описывать хромосомные заболевания человека, связанные с аномалиями числа хромосом. Под мутацией понимает изменение количества и структуры ДНК в клетке или у организма. Другими словами, мутация – это изменение генотипа. Особенностью изменения генотипа является то, что это изменение в результате метоза или миоза может быть передано следующим поколениям клеток. В результате мутации у организма внезапно может появиться новый признак. Мысль, что именно мутация является причиной появления новых, передающихся через поколение признаков, была впервые высказана Хога де Фризом в 1901 году. Основываясь на своих исследованиях, опубликовал свой труд мутационная теория. Мутационные изменения он связывал с влиянием внешних факторов замена одного азотистого основания другим или изменения в структуре одного или нескольких генов ведут к внезапной мутации. Мутация является естественным или искусственным изменением генетического материала, который передается следующему поколению. Мутация в половых клетках наследуется, а мутация, возникшая в соматических клетках, не передается потомству при половом размножении. Мутации делятся на спонтанные и индуцированные. Спонтанные мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях окружающей среды. Частотой около 10-9 степени, 10-12 степени на нуклеотид за клеточную генерацию. Индуцированными мутациями называют наследуемые изменения генома, возникшие в результате тех или иных мутагенных воздействий в искусственных условиях или при неблагоприятных воздействиях окружающей среды. Мутации появляются постоянно в ходе процесса, происходящих в живой клетке. Основные процессы, приводящие к возникновению мутации, репликация ДНК, нарушение репарации ДНК и генетическая рекомбинация. Многие спонтанные химические изменения нуклеотидов приводят к мутациям, которые возникают при репликации. Например, из-за дезаминирования цитозина напротив него в цепь ДНК может включаться уроцил. При репликации ДНК напротив уроцила в новую цепь включается аденин, образуется пара уроцил-аденин, а при следующей репликации она заменяется на пару тимин-аденин, то есть происходит транзиция. Из процессов, связанных с рекомбинацией, наиболее часто приводит к мутациям неравный кроссинговер. Он происходит обычно в тех случаях, когда хромосома имеет несколько дублицированных копий исходного гена, сохранивших похожую последовательность нуклеотидов. В результате неравного кроссинговера в одной из рекомбинантных хромосом происходит дубликация, а в другой – дилеция. Транслокация, структурная перестройка, хромосом или результат перемещения сегмента хромосом внутри хромосомного набора. Дубликация в цитогенетике, удвоение участка хромосом, инверсия, поворот какого-либо участка хромосомы или хроматиды на 180 градусов. Спонтанные повреждения ДНК встречаются довольно часто. Такие события имеют место в каждой клетке. Для устранения последствий подобного повреждения имеются специальные репарационные механизмы. Мутации возникают лишь тогда, когда репарационный механизм по каким-то причинам не работает или не справляется с устранением повреждения. Мутации, возникшие в генах, кодирующих белки, ответственные за репарацию, могут приводить к многократному повышению или понижению частоты мутирования других генов. Существуют факторы, способные заметно увеличить частоту мутации, мутагенные факторы. К ним относятся химические мутагены, вещества, вызывающие мутации, физические мутагены, ионизирующие излучение, в том числе естественного радиационного фона, ультрафиолетовое излучение, высокой температуры и другие. Биологические мутагены, например, ретровирусы, ретротранспозоны. В зависимости от изменения генотипа, мутации классифицируются на генные, хромосомные, геномные и цитоплазматические. Генная или точечная мутация приводит к изменению цепочки нуклеотидов в определенной части молекулы ДНК гения. В результате мутации организмы подвергаются биохимическим, физиологическим и морфологическим изменениям. Такие изменения в организме обнаруживаются сразу или постепенно со временем. В случае, когда набор хромосом у них парный, то сохраняется их репродуктивность. Когда набор хромосом не парный, то они утрачивают свою способность к репродукции. Генные мутации бывают доминантными, частично доминантными и рецессивными. При хромосомных мутациях происходят крупные перестройки структуры отдельных хромосом. В этом случае наблюдается потеря или удвоение части генетического материала одной или нескольких хромосом. Изменение ориентации сегмента хромосом в отдельных хромосомах, а также перенос части генетического материала с одной хромосомы на другую. Геномные мутации связаны с изменением числа хромосом в клетке, что приводит к изменению некоторых признаков организма. Геном представляет собой совокупность генов, содержащихся в одинарном наборе хромосом данного организма. Известно, что постоянство хромосом и их передачи из поколения в поколение осуществляется посредством деления клеток в процессе метоза и миоза. Но в некоторых случаях механизм этих процессов нарушается, и хромосомы неправильно расходятся к полюсам клетки. В результате чего появляются клетки с измененным числом хромосом. При геномной мутации изменяется число хромосом или отдельное количество хромосом. Геномные мутации характеризуются изменением числа хромосом, которые могут быть кратными или некратными к лаплоидному набору. Кратное увеличение числа хромосом называется полиплоидеей, а некратное изменение числа хромосом называется аниоплоидеей. Цитоплазматические мутации связаны с изменением плазмогенов клеточной цитоплазмы. Хромосомные заболевания представляют собой большую группу патологий, которые отличаются по своим клиническим характеристикам. Причинами для них имеются хромосомные или геномные мутации. Согласно современным научным данным, 5% новорожденных детей рождаются с различными генетическими изменениями, а около 0,5% из них имеют хромосомные заболевания. Хромосомные заболевания человека – это нарушение в половых хромосомах, нарушение в аутусомах. Одним из самых известных заболеваний, происходящих по причине наличия аномалии в генетическом материале, является синдром Дауна. Он обуславливается трисомией по 21 хромосоме. Характерным признаком этой болезни является отставание в развитии. Дети испытывают серьезные проблемы во время обучения в школе. Часто им требуется альтернативная методика преподавания материала. Вместе с тем отмечаются нарушения физического развития, плоское лицо, увеличенные глаза, клино-доктиле и другие. Это и ряд других причин приводит к небольшой продолжительности жизни. Трисомия относится и синдром Патал. Только в этом случае имеется три копии 13 хромосомы. Для заболевания характерны множественные пороки развития, часто с полидоктилией. В большинстве случаев отмечается нарушение деятельницы центральной нервной системы, либо ее неразвитость. Часто примерно в 80% больные имеют пороки развития сердца. Тяжелые нарушения приводят к высокой смертности. В первые годы жизни умирают до 95% детей с этим диагнозом. Заболевание не поддается лечению или коррекции. Как правило, можно лишь обеспечить достаточно постоянный контроль состояния человека. Еще одна форма трисомии, с которой рождаются дети, относится к 18 хромосоме. Заболевание в этом случае носит название синдром Эдвардса и характеризуется множественными нарушениями. Деформируются кости, часто наблюдается изменение формы черепа. Сердечно-сосудистая система обычно с пороками развития. Также проблемы отмечаются с органами дыхания. В результате около 60% детей не доживает до 3 месяцев. И к одному году умирает до 95% детей с этим диагнозом. С нарушением числа половых хромосом связан синдром Шершевского-Тернера. Из-за нарушения в процессе расхождения хромосом теряется Х-хромосома в женском организме. В результате организм не получает должного количества гормонов. Поэтому нарушается его развитие. В первую очередь это относится к половым органам, которые развиваются лишь отчасти. Практически всегда для женщин это обозначает невозможность иметь детей. Переходим к практической части нашего урока. Установите соответствие. Правильный ответ. Генная или точечная мутация. Эта мутация приводит к изменению цепочки нуклеотидов в определенной части молекулы ДНК в гене. Хромосомная мутация. Из-за мутации происходят крупные перестройки структуры отдельных хромосом. Геномные мутации. Это мутации, связанные с изменением числа хромосом в клетке, что приводит к изменению некоторых признаков организма. Подведем итог урока. Рассмотрели типы и причины мутации, а также хромосомные заболевания. Мутации появляются постоянно в ходе процессов, происходящих в живых клетках. Основные процессы, приводящие к изменению мутации, это репликация ДНК, нарушение репарации ДНК и генетическая рекомбинация. В зависимости от изменения генотипов мутации классифицируется на генные, хромосомные, геномные и цитоплазматические мутации. Хромосомные заболевания представляют собой большую группу патологий, которые отличаются по своим клиническим характеристикам. Причинами для них являются хромосомные или геномные мутации. Урок окончен. До свидания.